Это программа День с Толком в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Такому позавидуют даже в городе. В одном из сел Троицкого района достраивают современную школу. В каких условиях будут заниматься дети? В Полтайском крае продолжают газификацию сел. Куда теперь пришло голубое топливо? Дом только сдали, а проблемы уже появились. В новом жилом комплексе Барнаула жалуются на засыхающие зеленые зоны. Так почему газон не поливают? На завтрак вода, крупа и соль. В Рубцовске оправдали организаторов гостиницы, а по факту приюта для престарелых. Против троих женщин ранее возбуждали уголовные дела, так как общественности стало известно о нечеловеческих условиях проживания стариков. Их марили голодом, не выпускали на улицу и не давали общаться с родственниками. Нашей съемочной группе удалось пообщаться с одним из постояльцев этого приюта. А самое главное узнать, как в городе относятся к оправдательному приговору в отношении тех самых организаторов. Это крики, они такие вот, как вроде о помощи просят. Ой, ой. Я думаю, да что там с ними делают. Эту организацию называли и гостиницей, и приютом с круглосуточной заботой. Но по словам очевидцев, это был бизнес на костях стариков, которых каждую неделю увозили на катафалке. Что происходит в частном интернате Рубцовска, местные жители узнали в начале прошлого года. Тогда местной общественности удалось попасть в приют вместе с прокурорской проверкой. Чай у них был три пакетика на 50 литров бадьюн. Когда мы начали спрашивать про продукты, они нам ничего внятного не смогли ответить, у них их просто не было. Чуть-чуть была капелька натертой моркови в морозильной камере, пол морозильной камеры мороженых баклажан. На завтрак был такой рацион. Вода, соль, крупа. Больше ничего. Прокурорская проверка выявила множество нарушений организаторов приюта, а их было трое, заключили под стражу. Женщинам грозили реальные сроки. Но в конце июля этого года в Рубцовском городском суде работников интерната оправдали за отсутствие в их действиях состава преступления. Что, мягко говоря, удивило местных жителей. Когда мы пошли по комнатам, там такой запах стоял, что вот просто глаза слезились. Там не предусмотрено даже проветривание. В акте прокурорской проверки это указано. Шкафчики где нет, я говорю, а где хранят они вещи? Под подушкой. И там лежала умирающая уже бабушка. Я говорю, а какую медицинскую помощь вы оказываете? А вот мы привозим врачей. У вас лекарства-то на всякий случай экстренные есть? Есть. Покажите аптечку. Нету. Вы видели когда-нибудь, чтобы старики гуляли? Нет. Не видела. И катафалки приезжали, и милиция приезжала. Ну, думаю, если милиция приезжала, значит все нормально. Выйти на хозяйку приюта нам не удалось. По информации жителей, интернат сейчас не работает. Да и здание, в котором он находился, в июле выставили на продажу. Но слава за этим приютом до сих пор гуляет по Рубцовску. Я работала в этом АДУ шесть дней. Из дома носила продукты, кормила стариков, так как они ходят и есть просят. В пустые бутылки набирала воду и раздавала лежачим. Им даже воды не давали. Я тоже туда устраивалась на работу и сбежала посреди ночи. Условия там ужасные. Я дома собакам кашу варю намного лучше и гуще. Эта женщина скрывает свое лицо. Город маленький. В этом приюте всего за несколько месяцев у нее умер родственник. Наша героиня говорит, что попасть в приют было невозможно. Все звонки с родственником только на громкой связи при работниках интерната. Делали три экспертизы на некротическое поражение левого бедра и ягодицы с оголением бедренной кости, плюс хронический пил и нефрит был. И особенно, когда я узнала про то, что была вот эта вот скорая помощь, и они специально вот этот отказ подписали, когда можно было что-то сделать. В мае прошлого года, когда уже вовсю шли разбирательства, постояльцев так называемой гостиницы в срочном порядке перевозят сюда. 40 человек заселяет в Рубцовский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов. Можно только представить, в каком состоянии тогда находились люди. Я в курсе, да, что непосредственно управление соцзащиты по городу Рубцовску оказывало всевозможные действия, производило именно по, так скажем, закрытию и расселению этого частного приюта. Люди, было у них, так скажем, такое состояние, что мы их просто покормили, они уже были благодарны нам даже за это. Первое время уже в государственном учреждении бедные старики не могли наесться. Например, ели оладьи с хлебом. Здесь они могут заниматься спортом, встречаться с родственниками, выходить в город по своим делам на весь день. Нам удалось встретить здесь бывшего постояльца частного приюта. Сергей вспомнил и катафалки под окнами, и как гуляли вокруг приюта, под забором, как заключенные, и то далеко не каждый день. А правда, что было сложно общаться с близкими, кому-то позвонить, что это вот было либо на громкой связи и забирали телефоны? Телефона вообще не было. Вот я не видел, что у кого-то там был телефон. Когда сюда переселили нас, дочка приехала, говорит, я говорю, что ж вы ни разу не навестили. Мы, говорит, сколько раз приезжали, нас не пускали. Сейчас общественники ждут заседания в Краевом суде, так как считают, что организаторы частного приюта заслуживают наказание. Также они намерены обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой проконтролировать это дело. У них осталось право заниматься этим видом деятельности, что им еще должны будут выплатить компенсацию за то, что они в СИЗО сидели. Ирина Корчагина, Андрей Печоркин. День с толком. В селе Заводском Троицкого района построили новую школу. Апартаментом могут позавидовать педагоги и школьники даже Краевой столицы. 5000 квадратных метр. Современное оборудование. О такой школе в Заводском мечтали давно. Правда, скорее всего, занятия здесь начнутся позже, чем 1 сентября. Почему разбиралась наша съемочная группа? Турникеты – это новинка еще та. Конечно, не то, что дети, и учителя некоторые такого не видели. Сказка начинается прямо со входа. Директоры Завод школы по-другому и назвать не могут новое здание и то, чем его оснастили. Условия здесь созданы для всех, в том числе и для маломобильных детей, которые раньше занимались на дому. Тактильная плитка практически везде, пандусы на входе и даже подъемник. Действует таким образом. В старом здании 67-го года постройки мы тоже побывали, чтобы сравнить, к примеру, спортивные залы. Так он выглядит в деревянном обличье, и к нему вроде бы все привыкли. А это зал новой школы. Одна только высота потолка, говорят, привела в восторг физрука. Там три с небольшим, а здесь все-таки. А здесь семь, говорят. Ну да. Ну, в два раза. Столовая тоже огромная и напичкана лучшей техникой. Так что на обед ребятишки будут бежать, уверена руководство будущей школы. Вот это называется канвентормаформатор. Не знаю, как он правильно называется. То есть здесь вот все это на пару готовится. Все это вкусно, питательно, здоровая пища. Синтезатор в огромном актовом зале в кабинете информатики необычная доска. Мы такую тоже раньше не видели. Вот это для нас просто чудо. Что это? Интерактивная доска вот в таком виде. Ее можно использовать и как компьютер, я так понимаю, и просто как экран. Большая часть оборудования закуплена. Правда, после февральских событий пришлось поменять часть поставщиков. Да и цены значительно выросли. Из-за европейских санкций в школе до сих пор ждут компьютерное оборудование и станки для работы в мастерских. Хотя комплектовать поставки, сообщил нам единый стройзаказчик, начали еще в начале этого года. Из 47 процедур на закупку оборудования 12 просто не состоялись. Техники, которые планировали купить изначально, в стране уже просто не было. Компьютеры мы проводили трижды. Три раз проводили. И только сегодня удалось нам получить поставщика оборудования, то есть компьютеров, парты, стулья. Это все переделывалось в проектную документацию. Понимаете, то есть объявились, да, нет на рынке. Вносим изменения в проект, объявляем цену заново, заново выставляем. То есть это не просто, это многодневная работа, да. Это не просто вот взяли и сделали. Те же станки для работы в мастерских везут из Чехии. Из-за обстановки в мире пришлось поменять всю логистику доставки. Мы прогнозируем, что, ну дай бог, если больше ничего не случится, дай бог. Мы прогнозируем, что до конца августа мы скомплектуем полностью, 100 процентов закомплектуем школу. Между тем, подрядчик работы завершил в срок. Издание готово на 99 процентов. Бийская организация подхватила строительство после того, как в 20-м году предыдущего подрядчика признали недобросовестным. С этого момента стройка не прекращалась. И сейчас в школе имеется собственное футбольное поле, баскетбольные и волейбольные площадки, свое овощехранилище, модульное котельное. Список можно еще продолжать. Как только придет оставшееся оборудование, а процесс доставки планируют максимально ускорить, останется лишь получить лицензию и аккредитацию. Правоустанавливающие документы на школу должны подготовить в Министерстве образования. К слову, Минобор региона уклонился от встречи и комментария на камеру. Мы получили лишь письменный ответ на наш вопрос, можно ли ускорить процесс. После получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, оформления правоустанавливающих документов и получения санитарно-эпидемиологического заключения Министерством образования и науки Алтайского края будет обеспечено получение лицензии на осуществление образовательной деятельности в течение пяти рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении лицензии и прилагаемых к нему документов. В заводском все еще надеются на лучшее и верят, что новый учебный год начнется в новом здании. Но на всякий случай готовят и старое, где, возможно, придется провести первый месяц или чуть дольше. В любом случае, красивое и комфортное помещение готово и дело за малым. Мы столько ее ждем. Мы, кстати, вот, когда только узнали, что у нас строительство намечается, долго не верили, что это правда. Потом нам прислали на, ну так скажем, на согласование громко сказано, но тем не менее, проект школы и предложили выбрать цветовую гамму. Вот мы это делали с ребятишками. Такая расцветка школы – это именно решение коллектива учеников и учителей. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, Вадим Быстревский. День с толком. Условия проживания лучше, воздух чище. В Алтайском крае с каждым годом газифицируют все больше домов в населенных пунктах. Так, в двух поселках Троицкого района провели газопровод общей протяженностью 37 километров, что позволит газифицировать более 700 домовладений. О преимуществах голубого топлива расскажет Валентина Аскерова. О, как давно у вас включили, появился газ. Позавчера. Запаслись дровами и углем, а зря больше не понадобится. В доме Натальи и Владимира Штырь теперь голубое топливо. Газ провели в поселке Гордеевский по программе газификации Алтайского края. Супружеская пара – первый в деревне, кто греет чай на газовой плите после пуска второй очереди распределительного газопровода. Моё личное мнение – зимой это и вечером ляжем тепло, и утром встали тепло, а это бураны, надо откапывать сарай, надо принести дров, надо растопить печку. Это время занимает. А здесь кнопочку нажал и всё. Земля и небо, конечно, я надеюсь, не будет ни гари, ни пыли, ни копоти, ничего. Газопровод в поселке Гордеевский протянули на 14 километров. Для населения объект бесценен. Благодаря ему жители ещё 274 домов могут позабыть про дрова и уголь. К слову, это уже вторая очередь газопровода. Первую в Гордеевском ввели в прошлом году. Я думаю, что к началу отопительного сезона основная часть села уже будет готова к приёму природного газа, и, соответственно, у них улучшатся условия проживания, ну и в посёлке улучшится экологическая обстановка, потому что уйдём от печек, которые работают на угле, на дровах, и, соответственно, люди вздохнут более чистым воздухом. В целом, в посёлках Октябрьский и Гордеевский Троицкого района по первой и второй очереди могут подключиться к газу 722 домовладения. Газификация населённых пунктов является одной из приоритетных задач у нас как правительства Российской Федерации, так и правительства Алтайского края. Решается очень большое количество задач у потребителей. Это, в первую очередь, стабильное теплоснабжение и исключение работ, связанных с закупкой дров, угля. В Гордеевском и Октябрьском работает мобильный офис газовиков для оформления документов на подключение. Преимущество выездного пункта в том, что жителям не нужно тратить время и покидать пределы своего населённого пункта. Специалисты приезжают сами и оформляют документы. В первый день работы мобильного офиса приняли почти 50 заявок. Из них 45 договоров уже подготовлено. И на сегодняшний день 13 договоров подключено. И вот сейчас мы первых потребителей уже подключаем. Так свыше 30 человек оформили документы и уже через месяц-два их жизнь станет в разы комфортнее. К другой теме. В новом жилом комплексе Барнаула ещё не все квартиры заселены, а проблемы уже есть. Во дворе недавно с данного дома начала сохнуть трава. Чтобы вы понимали, газонов там действительно очень много. Жильцы переживают, что внутридворовые зелёные зоны не дотянут до следующего лета. Они обратились к нам с просьбой разобраться. Мичурин парк. Новый жилой комплекс на территории города. Ухоженные газоны, красивые деревья и множество зон отдыха. Но жители дома уже вовсю бьют тревогу. Ведь ухаживать за этой красотой, увы, некому. Об этой проблеме мы узнали на дискуссионном клубе «Точка зрения», где обсуждали озеленение города. Застройщик нового жилого комплекса «Мичурин парк» постарался сделать двор максимально комфортным. Разнообразные детские площадки, зоны отдыха, мангалы, беседки и, конечно же, зелёный двор-парк площадью в целый гектар. Нравится. Себя чувствуем здесь очень хорошо, свежо. Здесь смотрят, все ухаживают. Хорошо, мне нравится. Очень приятно, когда выходишь, всё чисто, ухоженно, много мусора, клавочки. То есть это замечательно. Вместе с тем, к концу лета жильцы замечают, что медленно, но верно зелёные газоны желтеют и зарастают сорняками, а красивые саженцы засыхают. Деревья засадили, но за ними, в принципе, тоже нужен уход. Оно будет в следующем году видно, насколько деревья вообще приживутся, насколько их поливали. В чате дома люди делятся фото газонов до и после, жалуясь на недостаточный уход управляющей компании. Мы поговорили с директором УК. По его мнению, следить за газоном с должным вниманием мешает отсутствие денег. Дом новый и пока полупустой, что не может не отразиться на сборе коммунальных платежей. Заселяемость маленькая, очень мало квартир, которые живут или вообще ремонты делают. Ну и с оплатой у нас, на сегодняшний день мы уже второй месяц, за первый месяц у нас оплатили чуть больше, ну вот если в общее число брать всего Мичурин парка, чуть больше 35% оплат за коммунальные услуги. По идее, газоны, за газоны сейчас должен отвечать Адалин, он должен в порядок их привести и в необходимом состоянии мы их возьмем и начнем обслуживать. В строительной компании же уверены, что в таком поведении УК кроется умысел. В ближайшие пять лет, пока для застройщика действуют гарантийные обязательства, коммунальщики могут передавать им устранение некоторых проблем, например, озеленение. Более того, как нам рассказал застройщик, сейчас УК отказывается взять все зеленые придомовые зоны жилого комплекса. С мая этого года мы обращаем внимание, что управительская компания жилищно-коммунальная инициатива не исполняет своих прямых обязанностей по содержанию озеленения ЖК Мичурин парк, а ссылается на то, что отсутствуют акты прямопередачи озеленения между Адалином и ЖКИ. Данные акты не предусмотрены действующим законодательством. Управительская компания должна, безусловно, выполнять работы по поддержанию озеленения в надлежащем состоянии. Нами была отправлена жалоба в жилищную инспекцию Алтайского края об неисполнении у правящей компании ЖКИ своих прямых обязанностей. Кстати, среди опрошенных нами жильцов Мичурин парка были и те, кто готов отдавать за содержание дома больше, лишь бы не потерять такую красоту. Деньги не такие большие, людей много. Я, в принципе, готов. Надеюсь, там найдется компромисс, и потом за территорию будет уход. Но и то, думаю, не без последствий, что что-то придется переделывать. Вот только когда найдется компромисс? И не высохнет ли зелень к тому времени, пока ответственные за это люди начнут выполнять свою работу? Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком. Сергей Шубенков выиграл чемпионат России по бегу на 110 метров с барьерами с результатом 13,38 секунд. Какая просто эстетика бега. Повторю еще и еще раз. Сергей вновь вышел на старты, несмотря на то, что на Олимпийских играх получил травму. Шубенков восстановился и успешно продолжает свой путь легкоатлета. И хотя золото в руках спортсмена, сам он полученным результатом недоволен. Ведь его собственный рекорд – 12,92 секунды. По словам чемпиона, бежать было тяжело. И добавляет, что ожидания не совпали с реальностью. На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Продолжение следует. Продолжение следует...